А можно себе создать такое приложение на вашей системе? Чем живут IT-команды и как можно стать их частью? Лев Захаринский не прекращает сыпать вопросами. Сегодня он в Иннополисе, городе, о котором раньше приходилось только читать. В интернете вычитал о таких хороших вузах. Одним из этих вузов был Иннополис. Когда на него посмотрел, я понял, что в нем хочу учиться. И у меня появилась мечта попасть в него. В этом помог проект «Мечтай со мной». Родившись три года назад в Татарстане, сегодня это движение захватило всю Россию. Активисты проекта помогают исполнять самое сокровенное детям, страдающим от заболеваний. Особенностью нашего проекта является то, что мы не дарим материальные подарки, а воплощаем в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам. Сейчас мы занимаем одни из людей. Уже пару лет мечта льва выучится на высококлассного программиста. Он в четыре года начал заниматься робототехникой. То есть сначала это было лего, потом мы попытались найти какие-то кружки, которые бы соответствовали его интересам. Он в этом направлении продолжает работать. И, в общем-то, это стало целью его жизни. К своим 11 он бронзовый призер мирового первенства по робототехнике. Но планы более амбициозные. Забысти летающий автомобиль, который будет тоже беспилотным. Мне кажется, обязательная спроектировать ее именно в этом университете. В том, что он будет учиться именно здесь, у льва нет никаких сомнений. Сегодня его родители выясняют, каковы условия проживания в студенческих кампусах. Может, через несколько лет в одной из комнат писать научные труды. Начнет и он. Рамиль Шайдулин, Ренат Сафин, ТНВ, Иннополис. Редактор субтитров А.Семкин